Гейм Рэнкс представляет вам 10 самых ненавистных геймерами фактов. Номер 10. Длинное обучение. У многих игр пошла тенденция вновь и вновь объяснять, как именно нужно в них играть. Даже при отсутствии необходимости, всё настолько подробно расписывают, если что-то непонятно. После того, как вы разобрались с управлением, вам не нужно повторять одно и то же. Вам нужна лишь практика, которую и так получаешь, просто играя. Вам приходится проходить скучную версию игры, которая по сути ограничивает вас одним возможным действием. Прежде чем вы пройдёте дальше, вам просто необходимо всему научиться. Но самая большая беда – это сиквелы. Я понимаю, что в них будут играть люди, пропустившие первую часть или предыдущий сиквел, и им нужно понять, как играть. Это понятно. Но проблема в том, что обучение зачастую заставляет вас усомниться в доверии к игрокам, или даже в ваших умственных способностях. Обучение должно вам рассказать об основах игры и позволить вам настроиться на собственный стиль и собственные возможности. С другой стороны, если обучение занимает минут 40, чтобы рассказать основы игры, то, может быть, в ней есть небольшой изъян, который можно было бы отработать. Такой совсем небольшой. Номер 9. Невидимые стены. Существует множество игр с великолепными и обширными мирами. В некоторых, казалось бы, можно бродить бесконечно. Но, как вам известно, это не так, бродить бесконечно не получится. Особенно, если эта игра приближается к неминуемому концу. И вот вы хотите выйти в открытый мир, но вы не можете пройти дальше, это физически невозможно. Потому что там просто ничего не сделано. Что же вас останавливает? А не что? Выглядит это так, будто вы куда-то бежите. Но это не так. Вы просто бежите на месте и бежите, и бежите, и бежите. Номер 8. Баги, разрушающие игру. Но это ведь вполне очевидно, да? Я покупаю игру, играю в нее и не могу что-то сделать из-за бага. Не из числа тех, что исправляются патчем, это отдельная тема. И мы к этому вернемся. А тот, который остается в игре. Во многих крупных играх встречаются такие баги. И разработчики ничего с этим не делают. Целыми месяцами или даже никогда. И я не имею в виду забавные баги, про которые делают разные ролики. Я говорю о стопоре, который разрушает игру. Вроде этого. Номер 7. Отсутствие выделенных серверов для мультиплеера на ПК. А это может означать следующее. Во-первых, со временем игра устаревает, и все серверы выключают. Но некоторым еще хочется в нее играть. Затем фаны начинают ставить свои сервера, которые трудно настроить. Там нужно изменять внутренние файлы игры, чтобы разместить свой сервер. Есть и еще одна видная причина, почему это очень раздражает. Когда люди выпускают игру, которая рассчитана на то, чтобы игроки создавали сервера, то они предоставляют игру в виде сервиса. Но такие игры еще будут выходить. Это уж никак не сервис, а просто глупость. Номер 6. Патч, ломающий предыдущие записи. Отлично. Они наконец исправили недоработку в игре, которая сводила вас с ума. Вы знаете, что отныне вам больше не придется разбираться с этой проблемой. В прошлом она вам сильно докучала, и вы начинаете радоваться. Наконец-то. Осталось скачать патч и подождать, пока он установится. Отлично. Просто замечательно. Загрузить свою запись и... Ошибка. Или он отнял у вас прилично опыта, или пропали предметы, или башни, которые я построил, больше нет. Починить что-нибудь одно и сломать другое. Это невероятно раздражает, когда вы знаете, что они потратили столько времени на исправление чего-то только для того, чтобы создать еще одну недоработку. И я не утверждаю, что это худший из проблем. Честно говоря, она встречается чаще обычного. Но когда это случается, вам так и хочется закричать. Номер 5. Плохой перенос на ПК. Нанананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананананан Masysica. И почему это я выбрал именно эту музыку? Странно. Во времена, когда игры для консоли, наверное, приносят больше всего дохода, многие самые крупные издатели тратят немало времени на создание таких играх. Впрочем, почему бы и нет. Но они редко задумываются о версии для ПК как продолжении. А учитывая, как много людей играет на компьютере, то это просто нелепо. Наличие команды, ответственной за перенос на ПК из более чем 12 человек, кажется вполне достаточным. Я ни в коем случае не утверждаю, что игры для ПК или игры для консолей лучше. Но есть люди, которые тратят тысячи долларов, чтобы собрать собственную игровую машину, которая может просто разгромить консоли, хотя бы по части железа. А когда вы видите, что версия для ПК работает не так хорошо, как на консоли, то это просто оскорбительно. Становится немного странно, когда люди начинают привязывать свои личности к производительности игры на компьютере. Но это как минимум неуважительно по отношению к покупателю, когда просто поганят перенос на ПК. Номер 4. Микротранзакции. Конечно, вы можете играть и без них, но вы можете быть уверены, что кто-то потратил как можно больше времени, дабы сделать игру невероятно сложной для вас без использования микротранзакций. Поэтому каждые 5 секунд вам говорят, что вы можете потратить пару долларов. Почему эта игра такая сложная? Да это потому, что мы хотим, чтобы вы заплатили за легкость. И в каждом меню светится издевка. Вы бы могли просто купить тысячу монет, и это построилось бы значительно быстрее. Вам же это нужно, да? Я же знаю. Я ведь это придумал специально для вас. Я не утверждаю, что микротранзакциям нигде нет места. Я говорю, что почти ни одному разработчику нет дела до покупателя, чтобы делать микротранзакции не самой худшей затеей, которую вы когда-либо видели. И честно говоря, я считаю, обычно она дерьмовая. И это не всегда игры для мобильных, но в основном это все-таки игры для телефонов. Номер 3. Патч в первый же день. Да, именно он. Что меня здесь раздражает, так это то, что разработчики не побеспокоились завершить игру, прежде чем ее выпускать. Игра, на которую я потратил 50-60 долларов, заработанных мной денег. Я ждал эту игру, много про нее читал и видел много трейлеров. И она мне показалась отличной. Может, так оно и есть. Может, это самая замечательная игра в мире. Но при первом запуске, когда я вижу, что нужно установить патч, и он начинает его скачивать, я мотаю головой и думаю, почему бы просто не отложить выпуск игры до ее завершения. Неужели это так сложно? Номер 2. DRM. Программа защиты авторских прав сомнительно служит своей цели. С точки зрения бизнеса это кажется нормальным. Чтобы покрыть затраты на производство, нужна своего рода страховка, что люди за него заплатят. Но разве нельзя сделать что-то без полного разрушения игры? Начинаются либо проблемы с установкой, или вы получаете какую-то ужасно медленную версию игры, которая работает далеко не так, как надо. В последнее время проблема уже не такая явная. Но когда это происходит, когда компании используют DRM, и вы видите, как они портят свою же игру, то вам просто хочется сказать. Знаете что, я и так собирался ее купить. Вам не обязательно было это делать. Серьезно. И на первом месте среди ненавистных геймерами фактов, это ненужные эксклюзивные DLC для предзаказа. Во-первых, если выпускают DLC в первый же день, то создается ощущение, что большая часть игры вырезана специально, чтобы вам пришлось ее покупать. Но в стремлении заставить вас заплатить за игру до ее выхода, до того, как вы ее попробуете, и до проблем, которые вы встретите, и услышите, как люди жалуются на них, до того, как вы прочитаете о них в интернете, или обсудите их со своими друзьями, до всего этого вы раскошеливаетесь на игру и получаете возможность играть за Харли Куин. Хотя у вас, по идее, и так она должна быть, потому что ее уже сделали до того, как игра вышла. Мне даже не нужно продолжать, вы и так знаете, что не так с этими эксклюзивными предзаказами. И вот, когда мы начинаем понемногу понимать суть уловки, они, наверное, раздумывают, что нужно сделать что-то не такое ужасное. Надеюсь. Но как же это раздражает? Если что-то из этого списка показалось вам очень знакомым, или если вы знаете еще какой-нибудь исключительно раздражающий факт, смело пишите в комментариях. Кроме того, можете подписаться на канал автора и лично наш канал. Спасибо вам за просмотр, и до следующего раза. Переведено и озвучено командой XDelay. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.